В эфире программа «Область и закон». Меня зовут Наталья Ткачук. Здравствуйте. И начнем, пожалуй, с главного – финансов. В 2021 году вырастут доходы при Амуре и, соответственно, расходы. Но бюджет традиционно останется социально направленным. Он уже прошел первое чтение в законодательном собрании. И депутаты продолжают работу над главным финансовым документом. На какие статьи решено сделать особый упор, а какие еще предстоит проработать – подробнее об этом. Далее. Доходная часть областного бюджета в 2021 году по прогнозам составит 77 миллиардов рублей. В расходах основные траты на социалку – почти 42 миллиарда рублей. Существенно увеличится финансирование на семьи и детей, на зарплаты работникам бюджетной сферы и поддержку отдельных категорий граждан. Помимо этого, планируется увеличить объем средств и на другие направления. Это, конечно, и строительство защитных гидротехнических сооружений, это и защита сохранения и восстановления лесов, это и поддержка и выращивание овощей в защищенном грунте, то есть и множество других направлений, по которым, ну, в общем-то, наметилась даже положительная динамика в сторону увеличения. Также регион готов взять на себя поддержку животноводческих комплексов, модернизацию их оборудования, покупку племенного скота. Финансовую помощь планируют оказать и овощеводам. Вместе с тем, по целому ряду направлений, депутаты рекомендовали региональному правительству увеличить суммы расходов. Это касается улучшения жилищных условий для молодых семей, для семей с несколькими детьми или ребенком-инвалидом и для специалистов сельских социальных учреждений. Дополнительного внимания, по мнению парламентариев, требует также строительство и ремонт образовательных учреждений. Необходимо придерживаться сроков ремонтов, это однозначно, и отступать от этих сроков нельзя. И увеличить финансирование на данные объекты, потому что каждый год, каждый месяц идет удорожание материалов. Отдельные рекомендации депутатов по корректировке проекта бюджета касаются борьбы с коронавирусом. Речь, в частности, идет о создании специального финансового фонда. Напомню, что федерация приняла решение о продлении на следующий год реструктуризации обязательств регионов по выплате бюджетных кредитов. Обязательная сумма по выплате данных средств останется на уровне 2018 года, в связи с чем почти 2 миллиарда рублей в бюджете Амурской области останутся свободными. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации мы вправе направить эти средства либо на реализацию новых инвестиционных проектов, либо на антикоронавирусные мероприятия. Ко второму чтению проекта бюджета Амурское правительство точно будет знать объем федеральной поддержки. За счет этих средств предполагается пересмотреть некоторые статьи расходов. Ну а окончательное чтение главного финансового документа на 2021 год проведут в начале декабря. Самозанятые амурчане смогут воспользоваться теми же мерами господдержки, что и крупный бизнес. А четыре района при Амуре станут округами. Эти и другие законы приняли на недавние сессии амурские парламентарии. Более подробно в следующем сюжете. Кондитеры, которые трудятся на дому, фотографы-видеографы, организаторы торжеств и свадеб, мастера маникюра и визажисты. В общем, все те, кто считается самозанятым и зарегистрировался в налоговых органах в этом статусе, уже с декабря смогут рассчитывать на меры государственной поддержки. Областные парламентарии приняли окончательное решение о поддержке самозанятых амурчан. Суть закона – уравнять в правах с бизнесом самозанятых амурчан и дать им право пользоваться теми же мерами поддержки, которые сегодня установлены законом для бизнеса. Они будут иметь право при объявлении конкурса на получение поддержки подавать документы и получать финансовую помощь для развития своего дела. Также предусматриваются и другие виды помощи – информационная, консультационная, имущественная. Обновленные полномочия, а значит и поддержку, получат несколько амурских территорий. Тындинский, Завитинский, Ивановский и Бурейские районы, а точнее сельсоветы в их составе, решились объединить собственные доходы и усилия в решении насущных проблем. Предложения о преобразовании отдельных поселений в единые округа вначале поддержали жители и местные депутаты в ходе публичных слушаний, а затем и депутаты Заксобрания. Пока в первом чтении. У нас в области уже имеется такой положительный опыт. В мае текущего года были преобразованы два наших муниципальных округа – это Белогорский и Ромлинский. Значит, в этих округах уже прошли выборы в органы местного самоуправления и с января 2021 года начнут поступать финансирование. Муниципальная округа – это замена прежним районам, но с упрощенной системой управления и финансирования. Система управления станет одноуровневой, то есть разделения полномочий на районные и местные больше не будет. Там, где прежде действовали администрации сельсоветов, будут работать специалисты администрации округа и решать все вопросы, по которым прежде сельчанам приходилось съездить в районный центр. Жители от этого получат только плюсы. В одном муниципальном районе разная бюджетная обеспеченность. И это мы очень ярко видим на примере Сержевского района, Заветинского района, Ромлинского района, особенно там, где находятся земли Минобороны. Есть очень зажиточные населенные пункты, так называемые репетиенты, и есть низкодотационные. В условиях сегодняшней системы будет проще перераспределять денежные средства внутри муниципального округа от менее зажиточным к более зажиточным, наоборот. Тем самым это позволит оперативно решать вопросы местного значения. Еще один законопроект, который в ноябре рассмотрели народные избранники, касается программ поддержки местных инициатив. Задумок в селах много, но из-за пандемии стало сложно проводить опросы и голосования по проектам. Депутаты намерены закрепить легитимность проведения подобных опросов через интернет. Сразу три многодетные семьи в Тамбовском районе готовятся встретить новоселья, заехать в собственные большие дома. Построить их они смогли благодаря участию в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». Улучшить условия своего проживания в этом году смогли и несколько сотен сирот за счет областных средств и жилищных сертификатов. Руководитель законодательного собрания проинспектировал районы, в которых активнее всего реализуют жилищные программы. 265 амурских сирот должны получить жилье до конца 2020 года. Пока на условиях социального найма по истечении пяти лет и в собственность. На приобретение квартир регион выделил 295 миллионов рублей. «Мне, в принципе, вообще все нравится. Прям, ну, очень. Я прям, это моя квартира. Наши условия, если все платим и все хорошо, я думаю, что я справлюсь за пять лет и плачу все вовремя, ну и все условия соблюдаю. Поэтому мы решили сразу все сделать и не ждать пять лет». В другой жилищной программе «Комплексное развитие сельских территорий» участников пока немного. Три многодетные семьи из Тамбовского района в этом году строят дома за счет государственных средств. Из областного бюджета на эту программу было выделено более 600 тысяч рублей или 15% от общей суммы. Остальные средства 80% или 3,5 миллиона дала федерация. Еще 5% добавил местный бюджет. В итоге государство взяло на себя более половины стоимости строительства. Часть семья должна добавить сама. «На следующий год у нас условия меняются. И там порядка 97% будет федеральный и три региональный бюджет. А 44% стоимости квартиры должны наполнять сами жильцы. Жильцы могут привлечь в том числе и своего работодателя». Программу «Комплексного развития села» продолжат и на будущий год. Благодаря таким проектам люди остаются жить и работать на селе. Декабрь у депутатов будет напряженным. Предстоит большая работа над расходной частью бюджета. Нужно будет проработать все статьи и утвердить самый главный финансовый документ при Амуре. Но об этом мы расскажем уже в следующих выпусках нашей программы. На этом у меня все. Увидимся в эфире.